После первых 300 дней экстренного режима работы Азербайджана и России, сейчас требуется регламентировать функции российской миротворческой миссии, чтобы следующие 4 года она работала в нормальном режиме. Как передает Дайас, об этом вестнику Кавказа заявил эксперт Российского Совета по международным делам, журналист-коммерсант, политолог Алексей Наумов, комментируя сообщение помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о переговорах с Москвой по мандату российских миротворцев в Карабахе. Действительно, формат российской миротворческой миссии нуждается сейчас в юридическом закреплении. Мы понимаем, что трехсторонние заявления России, Азербайджана и Армении от 9 ноября создало правовые рамки для размещения российских миротворцев по согласованию участвующих сторон. Однако в этом документе не до конца был определен конкретный масштаб их деятельности, и его статус договоренности между лидерами трех стран, которая не ратифицировалась парламентами, дает ему не самое юридически стойкое положение. Баку, безусловно, стремится зафиксировать мандат миротворцев, их конкретные права и обязанности. Карабах – это территория Азербайджана, и Баку хочет дополнительной фиксации этого факта в соглашениях с Россией. Азербайджан высказывал, в частности, недовольство тем, что российские миротворцы недостаточно активно борются с проникновением в Карабах военных из Армении, которых в Баку называют диверсантами. Мы знаем, что Армения фокусируется на одном из пунктов трехстороннего положения, что стороны остаются на фактически занятых ими позициях на момент 9 ноября. А Баку подчеркивает другой пункт, где сказано, что ввод миротворцев сопровождается выводом армянских сил. Напомнил Алексей Наумов. Соответственно, то самое уточнение юридических моментов, о котором говорил господин Гаджиев, позволит сделать заявление более четким и стойким с точки зрения права и защитит его от пересмотра. А также придаст деятельности российских миротворцев большей четкости и определенности. К настоящему моменту прошло 300 дней присутствия российской миротворческой миссии в Карабахе. Очевидно, что экстренность уже ушла. И теперь необходима методичная работа, четко определенная как с правовой, так и с фактической точки зрения. Подчеркнул эксперт. Политолог добавил, что Армения в этих переговорах о мандате российских миротворцев не участвует. Российские войска размещены на территории Азербайджана, поэтому тут главным игроком, безусловно, является Баку. Армения, как участница трехстороннего соглашения, имеет свою позицию и свои права. Но здесь договаривающимися сторонами являются Баку и Москва. Напомнил Алексей Наумов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова